Живописи много не бывает. На ночь музеев художественная галерея подготовила для своих гостей сразу две выставки. Выставочный проект «Образы России» объединяет произведения советских и российских художников из собрания Государственного музейного выставочного центра «Росизо». Основное содержание каждой работы – живописное богатство родной природы, её крупные формы и детали, а также человек как часть этой всеобъемлющей картины. Среди экспонатов живопись, оригинальная и авторская печатная графика, художественная керамика. Я только вошла в художественную галерею и сразу попала на замечательную экскурсию к Ольге Валентиновне. Очень интересно она рассказывает про картины с такой любовью, с таким знанием дела. Потрясающая керамика здесь представлена, очень интересные работы. Заросшие окопы. Сначала на неё смотришь, как будто свежая весна, зелень, красота. Когда читаешь название «Заросшие окопы», сразу сердечко немножечко как будто замирает. То есть уже, как мы всегда говорим, победа со слезами на глазах. И эта картина тоже такое впечатление создаёт. На втором этаже гостей галереи ждала персональная выставка Александра Боброва в солнечном свете. Его работы буквально пронизаны светом, наполнены морским бризом и душевными воспоминаниями. В экспозиции представлены более 50 живописных произведений художника. Задать вопросы, возникшие при знакомстве с полотнами, можно было самому автору – члену Московского союза художников Республики Татарстан. Председатель союза художников, которым является Альбет Шах, приехал как-то в село Венске, на котором проходил традиционный академический пленэр, ну и начал набирать для своего союза новых членов союза художников. И так сложилось, стал членом союза художников Татарстана. Творческие мастерские для детей, викторины по искусству, кинопоказы, написания натюрморта. Атмосфера в галерее была праздничной. Богатую программу под названием «Бессонница» для горожан подготовила и библиотека Маяковского. В музее редкой книги открылась выставка шедевров в медалях, на которой можно было познакомиться с коллекцией императорского монетного двора. Помимо викторин и мастер-классов своих читателей, Маяковка погрузила в чарующий мир танца. Я буду танцевать капказский танец «Ачи рули», а мои напарники будут танцевать еще и настоящую лесгинку. У нас даже есть настоящий лесгинец в большой мохнатой шапке, в папахе. Прямо сейчас оттанцевали пляшущие человечки с большим успехом. Я видела, как они утирали пот с чела. Прямо сейчас Галя Сайгушева показывает мастер-класс по фламенко. Зрители отбивают ритм. Топ-хлоп, топ-хлоп. А желающие там прелестные дети танцуют. Настоящий аншлаг был в Музее военно-морской славы. За пять часов работы музей посетило 1114 человек. Ветераны ВМФ успели провести 16 экскурсий. Посетители могли оставить свой отзыв и ударить в колокол на двери, чтобы обязательно сюда вернуться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!